ребята добрый день и я приехала в торговый центр озос у нас упала жара я приехала посмотреть обувь если распродажи и можно ли там что-то купить кстати я хочу сказать что магазин зара который у нас был на гидамина проспекте его совсем недавно закрыли и этих магазинов у нас 21 возрасте вот здесь а другой в акрополисом но самый лучший был магазин это на гидамина мне он очень нравится там было на четыре этажа было как-то первый этаж там была такая классика второй этаж более такой смешанный стиль но не как-то там больше нравилось вот мой любимый магазин резерв обязательно зайду туда ну что а вчера мне звонила подруга с кракова и говорит что у них целую неделю еще будет стоять жара 30 34 32 градуса тепла у нас она упала утром вообще у нас было 10 градусов тепла около акрополиса стоят такие почтовые ящики и здесь в основном заказывается товары через интернет вот три фирмы вот три фирмы омнива и дпд и дхл также данные телефоны если вы что-то не можете взять вы можете позвонить набираешь код и собираешь товар который ты заказывал по интернету вот здесь вот вещи парк я уже наверное перед карантином не стала ходить после карантина тоже потому что абонементы очень стали дорогие что-то по 400 по 500 евро на год и поэтому я отказалась чуть телефон не упал такая кафешка ветерок такой а кстати вот рядом с вещей построен спортивный плавательный бассейн вот видите сколько тут стульев столов так здесь вот напротив здесь стулья от пиццерии такой вот вход мы идем реклама самсунг здесь у входа большая громаднейшая пиццерия канкан пицца напротив здесь заран так 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 это кажется пижо смотрите пижо 408 какая красивая машина у нас было пижо мы ее продали перед рено так так даже цена написано смотрите 26400 это уже opel opel astra не знаю не что-то opel но тоже красиво все новое все красиво я здесь какая вот это вот рено она какая-то такая чуть-чуть приплюснутая но тоже красивая модель такой дельфин вот тут вот параметры написано но я не буду их читать давайте зайдем за руку что же нам предлагает сара если посмотреть на манекены так вот какие-то вязаные кофточки шуртики шуртики очень актуально сейчас мы зайдем так вот мне нравятся такие куртки баннеры смотрите и черные и такие вот широкие спортивные штаны вот мне нравятся такие вещи 60 69 95 очень люблю за русскую пижутерию посмотрите какие интересные сережки 1595 вот такие вот а вот какие интересные кручены посмотрите такое платье в стиле батик красивый цвет вот пуговички такие 50 евро оно такое тоненькое вот тонюсенькое рукавчик длинная с поясом а смотрите вот эти куртки тут уже белые баннеры я же говорила что они войдут в моду после этого хита корейской группы биттс вот смотрите с брючками и джинсами а есть вот такие вот такие как на поролоне посмотрите коротенькие с карманчиками просто молния посредине и это я зашла такую вот пекарню на последнем этаже она называется хрустом и все вы ее знаете и я чуть-чуть устала так я взяла вот эспрессо стакан воды и вот такие маленькие сейчас вам покажу такие эклеры очень вкусные с кремовой начинкой сейчас сижу отдыхаю и кое-что купила себе вот на распродаже и заходила заходила в парикмахерскую и тут есть так две парикмахерские фигуру и узнала сколько стоит стрижка и покраска волос эмилирование и вы сейчас упадете на этом считала считала сначала сказала что-то 50 евро нет 40 евро стрижка потом что-то там добавила еще и в итоге с краской со всем чем получилось 140 евро я я была в шоке я говорю за что она ну вот у нас салон понимаете 140 евро там кстати есть рядом другая парикмахерская это такая известная сеть фигуру а есть другая парикмахерская я смотрю там детей стригут и так круто подстригают вот эти андеркард вот эти стрижки бока выстрелы выбривают им потом там разные полоски там тоже им выбривают ну красивые знаете такие стрижки смотрю там стригутся только мальчики то есть есть детские стрижки мужские и женские и я вот зайду спрошу сколько стоит там но 140 ой нет это это нереальная цена понимаете нереальная я понимаешь я еще приспросила на короткие волосы она да да на короткие волосы я понимаю когда длинные волосы там вот их как-то красят потом как-то кератином там их укрепляют потом подстригают ну такая вот процедура а тут вот не знаю я просто в шоке просто в шоке и сейчас я выпью кофе и пройдусь вот в ту парикмахерскую вторую и узнаю сколько стоит там стрижка здесь такие стульчики соломенные плетеные но стул конечно же не убран потому что работают монотые девчонки их четыре штуки но посмотрите как красиво сделано это я выпила очень красиво нарисовано так как заваривать кофе и вот здесь сахар вода корица шоколад салфеточки вот такой кафе вон сидят там около столба людей нету сидят и болтают но это молодежь это мы жили совсем другое время и поэтому у нас были совсем другие требования совсем все было совсем совсем другое а может мне так кажется может мы тоже такие были да да мы были такие конечно же но вот мне не нравится что здесь всегда гремит музыка и я загружала видео и мне youtube опять кинул авторские права буквально пару секунд словил музыку и сразу же мне прилетело вот это нарушение но я сейчас выключаю потому что я не могу снимать и постоянно тут листья какую-то ерунду вот я еще хочу купить одну вещь то я вот думаю все взвешиваю думаю то есть цена такая нормальная даже дешево и я боюсь что потом просто буду жалеть когда надо то придется платиться в когда нужно тогда в два раза придется платить дороже в того как значит друг 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 так